А каждый год 12 февраля Мьянма отмечает свой национальный праздник День Единства Союза Мьянма Этот праздник демонстрирует сплочение всех народов под единым знаменем И кстати, Мьянма это не случайное смешение народов Общая история народов Мьянма насчитывает тысячелетия И хотя в прежние времена не раз вспыхивала между усобица Тенденцию к единству умеренно прокладывала в себе дорогу Наин, так расскажи нам, почему же страна с такой богатой и интересной историей Называется Республикой Союза Мьянма Я тебе коротко объясню, почему она так называется Мьянма представляет собой смешение традиций различных народов Населяющих эту территорию В ней проживают 130 населенностей И среди них представляют 8 основных Они говорят на разных языках Живут на разных территориях И угощают свои традиции И когда все эти люди со своими традициями и интересами Соединились на одной территории И появилась такая страна, как Республика Союза Мьянма Сейчас я тебе покажу Несколько интересных мест в нашей стране А так же расскажу, какие народы проживают в ней И как они носят традиционные костюмы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Наинк, какая же у вас все-таки удивительная и интересная культура! Мне все очень понравилось, а особенно эти, ну, очень красивые национальные костюмы. Я бы с радостью их всех примерила. Хм, это ведь неплохая идея. Наинк, а можно мне примерить какой-нибудь ваш очень красивый национальный костюм? Да, конечно, можно. Костюм какого народа тебе больше всего понравился? Ой, я так сразу тебе не могу ответить. Мне все понравилось. Тогда я тебе еще раз покажу и вместе выберу. Согласна? Ну, хорошо, я согласна. Для этого приглашаю на сцену восемь народа с песней «Сила в зуле твои джиноги». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, какая красота! Ты очень-очень интересный костюм! Просто восхитительный! Благодарю! Мне и самой очень понравился этот костюм! Лиза, ты хочешь послужить интересную песню? Конечно же хочу! А кто будет исполнять? Наверное, ты его знаешь. Мой лучший про пиолетов. И еще песни используются только для немецкие традиционные музыкальные студенты. Пожалуйста, Насану Хюллианто и еще его помощник Сайвей Мо! Лапа! АПЛОДИСМЕНТЫ ГРИТИ ЛАЙ ГРУСТ ВсDAY Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Хейнзо, это было удивительное, захватывающее и в то же время необычное выступление. Спасибо тебе огромное. Давайте еще раз поаплодируем. Хейнзо, вот я слышала, что у меня эта земля в фестивале. У вас каждый месяц отмечается огромное количество праздников. И большинство из них отличается от наших. Вот, к примеру, Новый год. Да, у нас правда проходит много праздников и фестивали, все они отмечаются по лунному календарю. Поэтому даты их проведения постоянно меняются. Но, как правило, все они выпадают на полную луну и вечного месяца. И Новый год в нем не отмечается в середине апреля. Счастливая лиса упала четыре или пяти дней в зависимости от календаря. А открывается он счастливая вода, Дэнджин. И, кстати, Дэнджин отвечает от других традиционных. А чем же он отвечает от других традиционных? Ты посмотри, Рэши Сэмон. Вы приглашаете на сцену прекрасную девушку из Неми. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Играет музыка. 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 Играет музыка.